Не считай ее, а то еще и елиси, на которой заразишься там. Я говорю, ну, матушка, ну, обижаешься, за кого меня считаешь. Вот, яйца курицу не учат. На тысячелетней церкви и там без одной недели, 50 недель какие-то. Ну, как бы, ну, несерьезно. Но я даже эту книгу, честно говоря, в дом даже не внес. Ну, мало ли, чтобы в качестве дезинфекции, как бы, в припаде не положил я ее. Вот, значит, как бы, и, ну, не вносил даже в сам дом. И, а самого любопытно было? Говорят, женщины любопытные. Я все осталось, скажу, знаете, по секрету, мужчины не менее любопытные вообще. А в чем-то даже более вообще, если честно, по моим наблюдениям. Одним словом, я очень любопытно, а что же там написано вообще? Тем более, что, а, еще знаете что? Назмание подкупающее. Время начаться, ну, с Дома Божьего. Из Библии название-то. Кстати, Людмила Блетт. Ну, я рассказывал раз еще. Людмила Блетт очень хорошую книгу написала. Трилогия такая, да? Многие читали, наверное. Кто читал вообще Людмила Блетт? А многие, наверное, по-моему, так, примерно, читали. Рекомендую, кстати, очень хорошее чтение. Значит, трилогия целая в нее, значит, тогдашки старые. Это пробуде не ее, а пробуде Эрна Штеггена. На классе Исафан, ну, там было пробуждение, когда в Южной Африке, кстати, оно до сих пор продолжается еще удивительным образом. Один из примеров такого продолжающегося довольно долго пробуждения. Необычная очень история, потому что обычно пробуждения быстро как-то так вот пропадают, что ли, как бы прекращаются. А вот это Южно-Африканское продолжается по сей час. И, может, не в таких объемах, масштабах, но свидетельствуют, братья, рассказывают тем, кто бывали там. Я не был там, честно говоря, и поэтому, опять-таки, только лишь со слов, кто был там. Так вот, трилогия, первая книга про пружинение началась с меня, потом время началось с Дома Божьего, и потом «Глаз о пьющем пустыне». Я потом со временем все три книги прочел, они, каждый из них для меня стало очень важным таким моментом жизни моей, вообще, моего христианства, сыграло большую роль. Я поэтому даже, когда мы с братьями там общались, у нас в церкви там, в Киеве, мы общались, и вот кто бы хотел кого-то на небесах там, ну, поприветствовать. Ну, после Господа, конечно же. Вот, да, значит, я сказал сразу, я говорю, братья, я хотел бы вот Эрнштейну пожать в руку. Ну, он еще живой, я так понимаю, но, как бы, я не знаю, вряд ли нам увидимся уже, но, как бы, ну, пожать ему руку хотел бы поприветствовать его после Господа Иисуса, конечно, его. А почему его? Потому что именно его книги, его проповеди повлияли на мое христианство и на мою реформацию. Моя реформация началась через него, будет так говорить, поэтому вот благодаря ему этим проповеди. И ту книгу, которую мне Григорий-то темник дал, я все-таки занес домой. Уже, думаю, да и нехорошо, думаю, как-то неприлично. Мы же пообещали, а вдруг он, ну, видимо, такой порядочный человек, наверное, прочтет мою книгу, а я же даже и не заглянул в нее, кроме обложки. Нехорошо, думаю, это. Я думаю, занесу ее домой, ну, почитаю, хотя бы одну-две-три страницы, как бы, там, авось много ереса не наберусь, ну, так вот, как бы, хотя бы ознакомлюсь с содержанием. А то у меня кто-то спросит что-то, а я даже и не пельмеса. Ну, что делать? Одним словом, я занес эту книгу, значит, домой, и я ее читал. Читал и плакал, и своими словами обращался к Богу, кавился. Знаете, я ее давно дыхание почел, только лишь с перерыва такой, просто проявить, поговорить с Богом, и снова стал читать, не мог остановиться. И, а сам думаю, в момент, ну, поплакал, почитал, плакал, и, значит, а сам думаю, ну, это ж такое слабоустый, только наших дней. Так что он там делает в сети? Думаю, может, пока книгу переводили, пока издавали, а все, то же время не проходит, знаете ли, значит, может, он же покаялся, может, он же православный. Так это же, ну, как бы, не православный человек, но такие православные вещи пишет. Так это все же правильно. Я был захвачен этой книгой, конечно. И потом на другой день отдал жене своей, говорю, почитай, говорю, обязательно, говорю, почитай. Я так это, я, видимо, сказал, что ее это очень сильно захватило вообще. Она взяла, тоже прочитала, наребелась тоже там. И сразу после того, как она мне книгу вернула на другой день, она мне сразу говорит, а помнишь, я так тебе говорил когда-то, я вспомнил наш разговор, когда-то, давний разговор туда-сюда, что вот, я буду делать, что там лишь православные спасаются, вот. И она, например, приводила, что вот баптистка была какая-то женщина там. Неужели она ваппадет, потому что она баптистка всю жизнь была? Ой. Тогда, когда я, вот, перед тем, как стал священником, получается, в 91-м году, ну, я неумолимо говорил, конечно. Да, конечно же, она ваппадет, значит, даже никаких надежд нет. Если мы православные, мы вас спасаемся, говорю, значит, то у них там, у артистов там и прочих, никакой надежды вообще нет вообще. А вот после уже Эрнштейгена, вот, я поменял мнение все-таки. Ну, как бы не сразу, но, по крайней мере, мое сектантское мышление стало трещать по швам уже. И когда она напомнила о той беседе, ставящей беседе, то было в 91-м, или 90-м даже, а это 96-й был уже, получается, да. Значит, и я сказал ей, знаешь, говорю, Нина, все-таки, ну, она мне ина, так, по закону, по православному Нина. И я говорю, знаешь, Нина, все-таки, наверное, если вот та женщина-баптистка, та знакомая, если там твоя, если она была вот такая, как Эрла, или вот те черные, эти зубусы, покаявшиеся, вот, наверное, все-таки, ну, спасена. Ну, может быть, не прямо в рай, вот, знаете, вот, куда, вот, думаю, мы православные, но вот, но где-то в прибавнике, вот где-то, вот возле, ну, где-то так, ну, может, не в самом царстве, но, довару ведь там, вон, в России, другим, где-то там, знаете ли, на пособных работах, вот, гастробайлер, царство невестного, как бы, может, и прибыль. Вот. И тогда Гриша вернул эту книгу, он мне вернул мою. Я сразу спросил его тогда, Григорий, говорю, а у вас есть? Я говорю, другие книги этого автора. Говорю, очень понравилось. А, и он тут же достает первую книгу-трилогию мне, дает мне эту книгу. пробуждение начаться с меня и говорит мне, представляете, говорит мне, а я знал, что вам понравится. Я думаю, откуда он знал-то? Ну ладно. И мне сразу же говорит, следует прям говорит. Представляете, что он мне говорит? Батюшка, а пригодите нам на собрание. Я думаю, а я не думаю, блин, человек, до этого у нас не дойдет. Я думаю, точно, американское спецподготовку, думаю, точно, палец в рот не ложи вообще, отхапывает сразу по локоть. Но я уже, конечно, так вот, вежливо, но отказался. Я говорю, ну вот, если, может, такая оказия будет, там, ну как-нибудь делать нечего будет, я заеду. А сам думаю, что я там забыл, в общем. Тем более, поселок там небольшой, тем более язычники, знаете, языки вот такие, особенно батюшка, любимая тема. Поэтому думаю, нет, там греха не берешься потом. Скажут, батюшка был у Секанда. Это ж потом... Ну ладно. А сама прямокрытна была. И знаете, вот реально, ангела построили Аказию. Однажды вечером, дело было нечего, я был после Дома Малифинова. Вот как-то так совпало. И прям время как раз служения. Думаю, а почему бы не зайти? У меня мысль сама собой пришла. Как будто всегда подумал. Знаете, а почему бы не зайти, думаю, к братьям? Даже я уже тогда братьями стал. После второй книги, первой книги трилогии, я уже даже готов был братьями назвать. Ну, меньшими, конечно. Вот, думаю, братьям меньшим, думаю, 50-ти, почему бы не зайти, думаю. И зашагал. Зашагал без всякого зазрения совести. Знаешь, как будто все время ходил вообще. Как будто бы это было обычным моим ремеслом, обычным делом моим. Зашагал к Дому Малифиному. И возле здания церковного этого опешил, думаю, куда я иду вдруг. Но отступать было поздно. И я зашел. Перебывал там, наверное, конечно. А, кстати, там интересно так было. Я попал прямо на сцену. Ну, это, короче, в кино такого не увидишь. Но самое интересное, мое переживание от того дня, псалом. Этот псалом, который меня потряс, любовь к Христа, безмерно велика. Псалом, который, ну, первый протестантский псалом, будем договорить, который прозвучал тогда. Я услышал, впервые в своей жизни, я считаю, православные псалмы, это знаю. А здесь протестантский псалом. И вот этот псалом меня потряс. Вот. И словами, и вот самим вот этим духом Христа. Любовь к Христа безмерно велика, Начала нет, ее церковь река. И как он нам всталит берега, И глубока, светла и широка. И если бы не было любви, Любви Христа, Мы бы не смогли Иметь надежду вечно жить, И я спаситель всех людей любить. Прийди скорей, скорей тебя он ждет. Давно стои у каменных ворот, Стучи к тебе, А трой уже пора. Прийди любовь безладно велика, И если бы не было любви, Любви Христа, Мы бы не смогли И иметь надежду вечно жить, И я спаситель всех людей любить. О, если бы знал живущий на земле, Любовь Христа, Лишь ею дышат все. И если бы Бог Любовь поднял на миг, То этот мир давно уже погиб, И если бы не было любви, Любви Христа, Мы бы не смогли И иметь надежду вечно жить, И я спаситель всех людей любить. Он возлюбил тебя, Он возлюбил тебя, меня давно, Он возлюбил и те, кто лишь одно, Твердили мне И поднимает смех, А он с любовью призывает всех. И если бы не было любви, Любви Христа, Мы бы не смогли И иметь надежду вечно жить, И я спаситель всех людей любить. Слава Богу! Слава Богу! Слава Иисусу! 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 Господу нашему! Братьям, сестрам! И вот, да, если вопрос есть, Передавайте вперед. Так что, буду рад. И чем могу помочь ответить, Рассеять какие-то сомнения и прочее. И, знаете, друзья, Возвращаясь как раз в селе крещения, Господнего и нашего крещения, Скажу, что вот в девяносто шестом году Причиной моего выхода Из традиционного православия. Да, я реформатор, Потому что 20-го года висус служение, Такое реформаторское православное служение. Но тогда Был традиционным священником православным Русской православной церкви, Московской патриархата. Служил сельским простым священником батюшкой И в Рязанской, в Ромблянской областях. Крестил я тысячи-тысячи младенцев И да и взрослых множество крестил, Но без просвещения фактически вообще, Даже элементарного просвещения, Научения, без обращения. Ну и как говорил еще однажды, Еще в четвертом веке, Волголуста Иоанн, Патриарх Константинопольский, Что без просвещения, Крещение – это простое мытье. Вот, к сожалению, я занимался по сути В лучшем случае мытьем, помывкой. Но это не было крещением Библейского смысла этого слова. И вот одна из причин моего выхода По идейным соображениям я вышел сам, Никто не погонял там, И просто принял решение такое. И слава Богу, моя супруга Меня пробежала в этом решении тогда. И я несколько пунктов для себя таких обозначил, Очень важно. И один из них был вопрос крещения. Потому что я, как и тысячи моих коллег, Священников православных, Я вырос и практиковал это, Ну то, что называется педобаптизм. Есть баптизм, есть педобаптизм. И как бы два, по сути, все христианство Можно вот так вот разделить примерно раз. Вот по пониманию, по подходу К крещению на вот два лагеря таких как-то, да? Баптизм и педобаптизм. Баптизм здесь вам все более-менее понятно, да? Это крещение по вере, Сознательное решение самого человека, Принятие их решения. И доброходно дающего, мы знаем, Любит Господь. И человек обещает Богу доброй совести, Служение или исправит у Бога Эта добрая совесть. И совершает водное погружение по вере во Христа. Но есть и их огромнейшая часть Христианского исторического, Католической церкви, Православной церкви, Некоторые старые протестантские церкви, Литеранская, Кальвинистская, Там другие, Англиканская, Которые практикуют педобаптизм. Педобаптизм – это крещение младенцев. Крещение… Кстати, педобаптизмом не только крещение младенцев называют, Но еще также и крещение порой даже взрослых, Даже, да, людей. Но… Либо по принуждению, По корысти ради, Или страх ради, Или же просто без просвещения, Без научения, Без обращения. Вот, допустим, То, что было тысячи лет назад Руси-гейский крещение, да, Значит, и его нельзя назвать баптизмом, Его можно назвать только лишь педобаптизмом, Потому что, ну, во-первых, крестили всех младенцев тоже, А во-вторых, даже взрослых, кого крестили, Их крестили не по доброй воле, Недоброходно. Знаете, Значит, Как минимум, Либо корысть была, Либо, не чаще всего, Просто страх. За страх. За страх, а не за совесть. Поэтому, То, что было, Когда творилось, Это беззаконие, К сожалению, До сих пор, Многие считают, Что это было чем-то хорошим, Болезным. На самом деле, Это, хотя мне батюшки, Некоторые говорят до сих пор, И пишут, И говорят, Что вот, ну, все-таки, Слава Господу, Он принял Владимира, Все-таки христианство, Какое-никакое, Хоть там разбавленное, И, как говорится, Седьмая вода, Такие селены, Но все-таки христианство. Я говорю, Знаете, господа, То, что он принял, Совершил, Это, говорю, Медвежная услуга, Царство Небесное. На самом деле, Бог не нуждается В подобных Спрощениях, И из-под палки Загонять Железной рукой, Знаете ли, Загонять в светлое будущее. Коммунисты, Откуда взяли В свое время Подобные Сумасбродные идеи. И с христианства, Отступнического христианства. Подобные идеи, Что нужно насильно, Как бы, И быть милым. Ну, ладно. Но, вообще-то, В моем христианстве произошли большие изменения. После, вот, Спасибо Богу за Эрла Штегина, Спасибо за Людмину, Спасибо за других, Там, братьев, сестер, Потому что я читал другую литературу еще, Но, особенно, конечно, Проковы, где тогда эти помогли мне В моем христианстве. Первое, Самое, что я сделал После прочтения, Значит, Этой книги Вот, Прокова Диана Штегина, Я, значит, Ну, дал своей жене почитать, Конечно, И второе, что я сделал, Это, Стал искать свою библию. Просто, Сильное желание Читать Слово Божие. Но не просто, Как я раньше делал, Как священник, Православный, Читаю на распев, На славянском языке, И где, Как говорится, Ну, толку мало, честно говоря, По совести-то. Даже для самого читающего. Вот, А для тех, кто слушает, Для них, Вообще непонятно все, Логично. Замечайшим исключением. Так вот, И, Конечно, Я вернулся искать свою библию. Ту самую, Когда-то, Которую я очень читал, Внимательно изучал, Плакал, Который, Который жил. Ну, по крайней мере, До 88-го года. Это было так в моей жизни. До 87-го, И даже до 88-го года, Когда мое христианство Было только лишь вот с этим связано. Словом Божьим. И благодарю Бога за это, Конечно. Но, к сожалению, Потом было вот это падение мое. Вот. До сих пор стыдно вспоминать, Но, Оно было. Страшное падение, да. И, Божье слово стало постепенно Уходить из моей жизни. А в 91-м году, Став священником, Вообще, Я фактически Потерял это слово. Я погрузился Пучином Всевозможных Страшных преданий И учений, От которых до сих пор страшно, Честно говоря. А страшно почему? Потому что, Бог-то меня спас от этого, Слава Богу. Но, Знаете ли, Страшно то, Что миллионы душ гибнут. Вот это страшно. Вот. И, Поэтому, Наверно, Одна из причин, Почему я вот, Сейчас врясь, И несу это служение. Одна из причин, Наверно, В том, Что Бог хочет, Чтобы все люди спаслись Не только протестанты, Не только брицятники, Или баптисты, Или кто-то еще. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. В том числе православные. Слава Богу, Что многие умные православные, Они слушают не только православных батюшек. Но, Слава Богу, Что много сейчас проповедников, в разных конфессиях, и несущий благую весть об Иисусе Христе. Очень много славы Богу. Но моя мечта, чтобы и в православии, и чтобы слово Божье звучало, именно как Божье слово, это происходит уже мало-помало. То, что было 20 лет назад и сейчас, это большая разница. За эти 20 лет, на самом деле, эволюционная реформация происходит. Ну, по чайной ложке, понемногу, по чуть-чуть, по капелюшечке, но происходит. Но это недостаточно. Есть вещи, которые нужно не эволюционной реформацией решать, а революционной реформацией решать. Я вот в голову убежден. Например, я в своей жизни, я этого свидетельствую везде. И в православных церквях, ну, где я пускаю, я понимаю, у меня не в России, к сожалению. Вот, значит, и в протестантских разных церквях, католических костюмах, опять-таки, где приглашают, куда приглашают. Я везде говорю о том, что Бог совершил в моей судьбе. Рассказываю о моем возлюбленном, об Иисусе Христе, потому что я благо убежден, что ни в коем другом нет спасения вообще. Что Он есть путь истинной жизни. Я в этом везде свидетельствую. И в 96-м я отказался от крещения младенцев. И даже взрослых переспал крестись просто так, ради крещения. А только лишь вот именно обращенных, принявших Христа. И вот сейчас я тоже так же делаю, как и в ваших церквях принято. Я тоже так поступаю. Я когда крещу, то, ну, я не часто, честно говоря, это не мое призвание. У нас есть священники, которые именно, ну, как бы, большей частью этим занимаются. Крещением именно. Вот. Я, допустим, не часто, но тоже выступаю в роли крестителя. И в своих церквях наших, и в гостях тоже, когда бывают. Вот. Но чаще в своих церквях. И когда, ну, нашего, триформатовского такое, евангельского, православного такого братства. Кстати, о, в газете нашей, там, в шапке, под названием написано в строке следующее. Газета православных христиан веры евангельской. Вот, думаю, вот это, да, многое стоит подобное. А знаете, почему еще я говорю об этом? Потому что я убежден, что все, там, независимо от нашей церкви, конфессии, там, и прочего направления, нужно иметь веру Божью, евангельскую, еврейскую. Вот так вот. Ну, ладно. И следовавтизмом было в моей жизни покончено. Зарекся вообще не крестить никого без просвещения. И вот с того времени я крещу таким образом. Захожу в воду вместе с крещаемым, если это позволяет обстоятельства, допустим, да, крестить. То я говорю, веришь ли в Иисуса Христа, как в своего Господа, Бога и Спасителя? Он говорит, да, верую, там, исповедует веру свою. Потом говорю, обещаешь ли ему служение доброй совести? И он говорит, да, обещаю служение. И люди обычно, ну, как бы, когда мы проводим крещение, чаще всего, ну, все собираемся. Я объявляю, чтобы никто не прогулял подобное служение, потому что это очень важно, я считаю, служение для всех. Вот. Даже когда он давно был крещен, напоминать себе очень важно порой такие вещи. И вот человек крещаемый говорит, да, обещаю, и прочее. И вот дальше я говорю так, что вот на основании Слова Божьего и на основании твоего исповедания веры я кричу тебя сегодня по имени Иисуса Христа. И дальше тоже крещай все равно уже такой-то, и на царами, и сынами, и святого Духа Аминьи. Вот. Погружаю его по-нашему, по правовстанному, трижды даже погружаю его. Вот. Но если в костях, правда, я крещу где-то, да, то я, конечно, в чужой монастырь со своему стану не приходит. Я уже спрашиваю заранее, братья, как у вас принято, вы мне поясните, как бы, чтобы, ну, не опозориться. Вот еще тогда. И, как бы, не крещу в протестантском направлении, обычно, подобное погружение, да, как бы. Но не количество погружений или там, или слова произносимые важны. Здесь важна сама суть вопроса, что человек действительно верует и исповедует в этом крещении Иисуса Христа своим личным Господом, Богом и Спасителем, и обещает служение в доброй совести. И, конечно, это очень торжественный обряд, таинство церковное. Я очень люблю это, и, как бы, и сам совершаю это. Ну, в наших церквях обычно летом мы совершаем, редко очень зимой, когда совершаем, и то зимой, а сколько в теплом помещении. Вот. И, конечно, для всех, кто присутствует там, это важное напоминание. Как один приезжал, писательный, кстати, присутствует, рассказывал нам интересную вещь, такую историю. Еще начало 90-х было. Они где-то там на Азовском море крещение проводили. Прямо пляж городской там. И вот они вышли там с гитарами. Крест подрузили, значит, там, значит, народ собрался. Белых одеждах крещаемые приготовлены были. Вот. Верующих много съехалось. Вот. И этот пасторик к ней, он заказал этот, нанял духовой оркестр, короче, городской там. Вот. Недорого. И, по-цеплазму были. Репертуар у них огромный, богатый. И представьте, и они, когда заходили все в море, так договорились, чтобы все заходили в море и там стояли. И потом всех потихонечку погружали. А потом все вместе так же торжественно выходили, так договорились, заранее, как бы, оговорили саму процедуру. И вот. И когда они заходили в море, как говорится, океан, что происходило? Окестр играл похоронный марш. Ну, правда, прескитерский потом сказал, что тот замысел был после молитвы. Это было откровением. Это не было просто, значит, ни с того, ни с сего решением. Значит, и играл похоронный марш. Там весь пляж сбежался. Всегда захоронен, как он, в воде. И вот пока были в воде, прозвучало проповедь, слово короткое прозвучало. Там вот старый мир, еще даже каялись. Вот. И затем погружение было. И когда выходили, то уже, ну, наш еврейский марш играл уже. Интересно. Вот, значит, и уже, как бы, они выходили все уже, крещами их поздравляли, значит, там, желали. И дальше лежатся Господа Иисуса. Думают, надо же. Хороший урок, хороший пример такой. Вот. И, конечно, баптизу, напоминаю, братья и сестры, дамы и господа, напоминаю, что баптизу в старом греческом языке означало, в отличие от современного греческого языка, означало не просто погружение. В современном греческом, если вы, допустим, берете и скажете, баптизу, да, вас поймут буквально, что вы хотите окунуться, допустим, да, значит, там, или чтобы окунуться. Но имеется в виду разовое какое-то действие, не имеется в виду какого-то продолжения. Сейчас в греческом, по крайней мере. Но если бы вы 9000 лет назад, допустим, переместились во времени, да, и 2000 лет назад сказали бы баптизу, вас бы поняли бритья совершенно по-другому вообще. Они поняли бы, что вы имеете в виду что-то погрузить, положить, и там и остались вообще в воде. Потому что баптизу раньше означало именно это. И до Иисуса Христа, и во времена Христа, и даже после каких-то столетий, после Иисуса Христа, баптизу сначала именно погружение с целью там и остаться. И для описания соления огурцов. Вот самый хороший пример для описания соления огурцов использовалось в те времена, во времена Нового Завета. И малосол греки не называли баптизу. Так что, товарищи огурцы говорят, надо не просто погрузиться, надо дома остаться и просолиться. Потому что баптизу называли именно те огурцы, которые прошли полностью просолку. И не просто на шкурке своей имели соль. Знаете, малосол, сочетание свежего и соленого. Своя прелесть в этом есть. Но для греков это не баптизу было. А баптизу было те огурцы, которые прошли полностью просолку, не имели соль в себе. И они уже и запах, иной совершенно, и вкус, и все, и цвет. Вот так вот. Так что слова Иисуса можно так вот на сегодняшний манер как бы перевести, изложить как бы для современного слушателя понятнейшим образом, что кто... Идите там проповедуйте Евангелие всей Твори, а потом кто будет всякому творению, значит, да, всему, всущему. И кто уверует, и погрузится в меня, и пропитается мною, будет спасен. А кто не уверует, ну, так и погибнет на грядке, как говорится, огорода века сего. Но Бог хочет, чтобы весь урожай был спасен, чтобы все пошло в закрома Его, святые. Он хочет, чтобы все его спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус, придавший себя для искупления всех. Аминь. Братья и сестры, и поэтому погружаемся в Господа. Конечно же, имеется в виду Балтизу и водный обряд сам, водное таинство, это хрещение в воде, безусловно. Но в большей степени, по крайней мере, в древности, имелось в виду Балтизу самому. Именно погружение в самого Господа, в частности, вот как Матфея сказано, да, красиво, в сущность отца, в сущность сына, и Духа Святого, погружение и пропитывание им. А, кстати, еще, что немаловажно вообще, это даже, ну, вообще, архиважно. Слушайте, ведь это же завершающие эти слова. У Марка, помните, да, 16-й раздел? Там говорится, в 16-м стихе говорится, ну, 15-м перед тем. Марка, 16-я глава, 15-й стих, написано. И сказал он, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. А кто будет веровать, в 16-м стихе написано, и крестится, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. А дальше, оказывается, когда мы просаливаемся им, пропитываемся им, да, сущностью Бога, самого нашего Господа, совершаются чудеса. Дальше написано, у верующих же будут, то есть, ну, понятно, по контексту имеется в виду, не просто, а вот у верующих, и ты погрузился в него, и им просалив, пропитываешься им, значит, у верующих будут сопровождать, написано все знамения, именем они будут, извиняюсь, беса, то есть, знамения сопровождающие жизнь верующего. То есть, бесам с тобой неуютно, абсолютно. Там, где ты, там нет места бесов, просто-пусто. И именем Господем ты их изгоняешь. Удивительно, да? Поэтому с бесами у нас разговор короткий. Пошел он во имя Иисуса Христа. Вот, поэтому, дальше написано, имени моих бесов, потом будут говорить новыми языками, да, я тоже крещен в двух святых, со знамением онифона иных языков. В том же, кстати, в 96-м году, значит, когда вышел уже из традиционной православной церкви, Бог меня крестил Духом Святым, буквально вскоре, ну, может, пару месяцев спустя где-то. Вот, и вначале моя супруга, потом я, вот, так необычно у нас было. Я думал, вначале для меня как-то. Вот, а потом уже, сухой, а вышло иначе. Ну, Богу виднее все. И вот, дальше написано, ну, здесь даже немного страшное такое заявление. Буду брать змей, ну, оно мне надо как-то. А зачем? Для чего? Но, имеется, ну, не просто, конечно, змей, там, да, значит, там, хотя некоторые буквально понимают. Вот. Ну, как и в Писании тоже есть примеры такие. Значит, всякую гадость, оно нам не повредит абсолютно. И, если что, смертоносное выпьет, не повредит. И вот здесь, в конце, вообще, там, потрясающее такое заявление. Возможно, вдруг это больно, они будут здоровы. И дальше написано, итак, Господь после беседы, в Одессине вознесся на небо, и во село Десну и Бога. А они пошли и пропомендовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. Аминь. Вот. И сегодня мы, уже христиане 21 века, в наше время, когда, как говорится, космические корабли бороздят просторы Всеверной, сегодня мы также возникаем руки на больных, также исполняемся Божьим Духом Святым, сегодня мы также в наш век информатики, казалось бы, да, век такого технического прогресса, также, как и первые ученики его, пропитываемся им, Господу нашим, потому что Он сказал, я с вами во все дни, и во времена мрачного саднелекомия, и во времена просвещенные, и во времена невежественные, и во времена великие, и во времена позорные, во всякие времена, и во времена, когда нас ларят, христиан, и на руках носа, и во времена, когда потехи ради наринах холизеев там убивают. Во все дни, Я с вами во все дни, до скончания века. Поэтому тот же самый Гнадзе Топусты правильно говорил, что у христианина, ну как по-народному сказать, 7-15 на неделе. То есть, как бы, каждый день есть праздник. Повод для праздника. Знаете ли, повод для праздника у нас всегда придется. Каждый день. Потому что Господь с нами во все дни. Вообще. До скончания века. Аминь. Вот так вот, братья и сестры. И, ну, Слово Божье проповедуйте. Увы, напоминающие о Господе. Здесь, в Ильинске, не умолкайте, пожалуйста. Несите Слово Божье. Мозлокатилуйте на больных. Изгоняйте бесов. Несите людям действительно Божьи. Вот это Евангелие Святое. И Господь подкрепляет Своё Слово. Да, подтверждает Своё Слово чудесами и знамениями. И, самое важное, пропитывайтесь им, Богом, самогущим. Каждый дневный наш вот этот опыт погружения в Него. Аминь. Слава Богу. Благословляю всех вас. И ещё, значит, здесь есть записки. Это карантин, да, со святого пьяного. Значит, скажите, пожалуйста, когда священники читают Священное Писание, как они понимают те места, где пишется об иконах и отношение какое к этим местам, к примеру, в Псалм, здесь, в Псалмус 13, где описывается, у них есть глаза, а, они не видят, есть уши, не слышат, и, значит, ну, и голоса нет. Да, вообще-то нас учили так, что никакого отношения к иконам это не имеет вообще. Нас учили так, что это обыдулах и, как говорится, кисло с пресным не путайте. Вот, но потом, в 96-м я осознал, что по большому счёту идёт речь и об иконах также, потому что я противник иконопочитания, честно говоря, и в этом отношении я категоричный противник. Даже вот то, что ношу я икону на себе, вот этот знак медальонат панагии называется, знак еписовский. И крест, ну, те, кто в теме, православные, понимают, что это сочетание, оно уже говорится себя как за архиеписов, будем так говорить. Значит, и, для меня, это знаки моего служения. Но если я буду почитать эти образа, эти изображения буду почитать, каким-то образом, допустим, даже каким-то примитивным элементарным образом, буду считать, что это меня спасает, защищает, благоставляет, как-то, то всё, горе мне тогда. Знаете, бывает, что сапёр раз лишь ошибается. Здесь можно вот раз так подумать, и всё. И это будет действительно началом конца. Я поэтому говорю, что это, друзья, не для всех. И я не рекомендую вам там завтра одевать кресты, значит, иконы, там и прочее. Нет, не рекомендую. Хотя, некоторые говорят, ну, чья второго мучала, только я молчала, то есть сам с крестом, и с иконой. Но я объясняю, что я не против живописи, как таковой, там, или икон. У нас в некоторых церквях наших есть тоже образа, ну, как образа, не для почитания, не для поклонения, а как иллюстрации, корзины больше. И в нашей, ну, в Киеве, в епархии у нас нет пока столько храма, арендуют помещения все эти годы. Но с братьями тоже уже не раз об этом говорили, что если Бог позволит храм все-таки свое построить, церковное здание, ну, как у вас, допустим, к примеру, у вас это хорошая вещь, продуманная, молодцы, что там, небесарь здесь такое, хорошая тема, голубь здесь, значит, все, вот как бы, крест, ну, как бы, элементы такие христианские, но я подумал так, что и братьям тоже предлагал, я же тоже еще по своей специальности доцерковной, поэтому, как бы, у меня свои тоже есть, некоторые такие, может, я служдаюсь, я не знаю, но мне хочется видеть все-таки, церковь станет церковное украшение, вот, там, и из верхнего, и из нового заветов, вот такие сюжеты, но опять-таки, без провоцирующих к поклонению этим образам, там, может быть, нимбов каких-то не надо делать, там, каких-то таких странных, неестественных выражений лиц, каких-то противоестественных, которые, как бы, считаются в миру, как бы, очень духовными, вот, для почитания провоцирующими, но, я считаю, можно сделать обычные картины, простые вполне, или даже можно импрессио, что-то, импрессионистские какие-то образа, такие сделать, вот, как бы, в Грузии делают. В Грузии у нас церковь, там, служение есть в Руставе, и в Грузии вообще, и наши церкви, и я бываю там, в Грузии, на Кавказе вообще, в целом, и там сотрудничаем мы с одной из церквей протестантских, она называется, церковь, объединение церквей по Грузии, по Кавказу, называется Евангелическое Баптийское Братство, вот так вот, Евангелическое Баптийское Братство. Старшим епископом там является в Судан-Коссиридзе, и у них, вот в Центральном храме, я бывал, там, в Тбилиси, там, значит, протестантская церковь, но там все украшено, и у них есть школа иконописи, живописи, но не для почитания, там образа, в таком, тоже кавказском, православном таком стиле, но они так смазаны, как-то так написаны, что больше, как бы, как символически даже, то есть, кем-то почитания. Вот, но проблема, вот пишет сестра, здесь любила, что, значит, о священниках, что вот читаем, как бы и не видят, реально не видят, потому как без Бога, Божьего Слова, хоть его наизусть даже звучит, ничего не поймешь, правильно. Бога, то, наверное, писание, только Богом и открывается. И беда в том, что подавляющее большинство нашего брата, священника, не рождено свыше вообще. И даже не то, что не рождено свыше, это беда, но не самое даже страшное, самое страшное, что даже не знают пути спасения. Понимаете ли, даже не знают, не ведают. Подавляющее большинство, 99%, если это так, и по моим наблюдениям, вообще не знают пути спасения, и не ведают его вообще. Вообще. Реча ищущие свыше. Хотя сейчас я наблюдаю 20 лет спустя, наблюдаю, что все больше и больше таких священников, особенно молодых, молодежи, сейчас именно приятно удивляют. И знаете, почему? Я говорю, спасибо Богу за интернет. Спасибо Богу за то, что сегодня электроинформатики и люди, вот молодые священники, семинаристы еще, пожалуйста, они заходят на разные сайты, слушают, смотрят, анализируют, и уже не просто, знаете ли, слушают то, что им по прыгами положено, они еще много чего-то другого слушают. И хорошего, слава Богу. И я вот в Химках там, под Москвой, пообщался с одним батюшкой, хорошие священники, в местной баптийской церкви я проводил служение, и там молодежное собрание у них тоже есть. Очень хорошее, молодежное, значит, химкинское, баптийское. И они мне потом подошли ко мне, эти ребята, девчата, и говорят, а у нас есть священник здесь неподалеку, в храме, и он очень хороший, он нас приветствует, всегда здоровается, всегда, еще там открытый, душа такая, и мы заходим к нему, туда, в храм, он там Евангелие читает, все время на Иисуса Христа все разговоры переводит, там бабушки приходят, там все, боговолица Матронушка, там Иванушка, кто-то еще, а он все, ни в коем дровне спасения, в Иисусе Христе, веруйте в Иисуса Христа, то есть, молодец, наш человек. Я к нему приехал, значит, мы пообщались, и я вот так, я удивлен, а мне же было интересно, откуда же он такой взялся-то, потому что, ну, понятно, семинария, но нам этого не задавали, мы это не проходили, где же он прошел? И он мне признался, что, оказывается, Библию стал читать вначале на зло тещи, да, а теща у него была методистка, и она опять отлично приезжала с вопросами некоторыми. Короче, он, чтобы уже, ну, лицом грязь не ударять, а то первый раз вообще просто волосился, значит, как бы, значит, и он, он каждый раз, и на тещу уже скоро приедет, он доставал Библию и, вооружившись православным, антисектантским, миссионерским путеводителем по Библии, выписывал себе тексты из Писания, зазубривал, и когда теща на порог, он ей сразу, Мария Васильевна, слушайте, и цессирует в Писании. Та довольна, сынок, еще есть пару вопросов, и давай, ну, еще что-то, и он опять дальше там студирует. на один слов в начале назвал теща, а потом уже не назвал, а на добро стал читать, на добро себе уже стал читать, молодец. Вот такая эволюционная информация, вот. Но это исключение, сейчас даже не знаю, там же остался в этой структуре, или уже вышел, наверное, не знаю даже, дальнейшую судьбу, его не знаю. Но я лично, когда осознал, что я не могу, мой язык просто не шевелится, уже как раньше я молился, там, потому что там и Богородица, и Святый, там, я как бы молился, верил, и молился как посредником, ходатай, когда я осознал, что все, только один посредник ходатай мой, Иисус Христос, все, меня как отширо. В личных молитвах я уже не молился, а в церковных, опять, в Эфрам прихожу, там, Пресвятая Богородица, посетили нас, свидетель очень такой, не голая Борьба, а нас все святии, молите Бога. Какой-то не голый, я уже там приходил, чуть ли вас уже, думаю, зачем я, я такой, наговорил текунный язык, начинь всякую гадость, как говорили, значит, вот я уже лично в это не верил, уже все, но сокращав как много, потом, при каждой возможности, людям говорил, что слушайте, люди добрые, то, что мы сейчас в течение, молились, по большому счету, все это ерунда, все это неправда, потому что по-настоящему, как бы лишь один Господь, Иисус Христос, но в конце концов, я понял, что не под Родину, вот, и вышел, когда есть традиционное православие, а сегодня молюсь, чтобы, действительно, чтобы Бог совершил чудеса, а здесь есть просьба о молитве, сестры Шуры, нагрели, почки, это как бы уже просьба, молитвенная просьба такая, наверное, помолимся, да, потом завершим, хорошо? или как воспринято? Да, в конце, да, хорошо. Ваше отношение к отступникам, брат, как, дальше не подниму, по-вашему, а, надбивают знания, куда? Ну, когда есть познания, но не познания, вот надмение уже, а в отношении отступников, ну, что, молиться, наше дело молиться и любить, чтобы не было ни наиболее так вот, как вот с тем, помните, опозорился старший брат, в притче о блудном цене, это когда вернулся сын, знаете, брат его, а он, вместо того, чтобы радоваться, он даже в дом не знал, не знал, когда зайти, понимаете, вот, к сожалению, такая ерунда происходит очень часто, очень часто в христианстве, поэтому, это притча не об одном даже заблудшем сыне, а обоих заблудших, по сути, сыновья там, только один, так вот, хрестоматийно, грешник, хлопнул в дверь и ушел, все, вот, а второй, хотя оставался вроде с отцом, но, так и не понимал отца, так и жил своей жизнью, где-то там с друзьями, с козленком, где-то там, у него были мечты, то есть, по сути, оба были отступники, просто один такой, как бы был такой зрелищ, а другой, внутренний отступник, хотя тело присутствовало там, на месте, поэтому молиться, и благоставлять, и, не дай Боже, осуждать, прощать, потому что знаем, что Господь, мы принимаем всех, и как Он принял нас, так и не должны принять, Он принял безусловно, просто потому что любили, вот поэтому мы должны принимать, братья, было ли в вашей жизни случаи исцеления и воскрешения, было, случаи их, я сам воскрес, во-первых, сам воскрес, ну, в 13 лет неполных, вот, из мертвых, я умер от пневмонии двусторонней, как бы, и пережил воскресенье в своей жизни, и исцеление, кстати, потому что умер от того, чтобы легких отекли, а когда воскрес, я заполнил самого себя, снова жил, то я был исцелен от, это и вот, ну, последствия этой болезни, то есть оба легких были очищены, сверхъестественно, ну, и по жизни много было, конечно, исцелений, разных, очень много разных исцелений, они, они только были, они и есть, вот, и воскрешения, были тоже, ну, самые, памятные, первый случай, было в мое служение, ну, три случая конкретных воскрешения, а так, с десяток могу назвать, но, другие случаи, я не уверен, что было все-таки смертельный случай, возможно, это было предсмертное состояние, или вот, как бы, ну, околосмертный опыт, это немного отличается от смертного состояния, вот, самый первый случай, это вот, в 2003 году, когда, я сбил подростка, у меня вот так началось все, то есть, я не думал молиться за воскрешение, честно говоря, никогда в жизни, я слышал, что где-то там, в Африке, там, Бонке, кого-то воскресил, ну, ему как-то сам Бог велел, он там, в Африке, среди язычников, там, проповедует, как бы, и там, наверное, это, думаю, уместно, вот, значит, ну, допустим, там, слышал, в Индокитаре, где-то там, миссионеры, кого-то воскресили, приезжали братья, рассказывали, ну, понятно, но у нас, как бы, знаете ли, вроде в христианской культуре, это уже не принято, как бы, вот, знаете ли, вроде и так уже все, как бы, уже слышат что-то, и понимают что-то, вот, но, примерно так, утрирую, но примерно так и рассуждал, и вот в 2003 году, сам, в Санкт-Петербеусловнулся, с необходимостью молиться за воскрешение, на дороге, прямо на дороге, я сбыл подростка, школьника, на мотоцикле, который ехал из одновольства от любого села, через трассу, и удар был сильный, удар был смертельный, ну, знаете, недорожник на скорости, против мотоцикла, знаете, мотоцикл не подлежал восстановлению, значит, мальчишка, был без признаков жизни, на дороге, и вот в тот день, я впервые молился, вопил к Богу, просто вопил к Богу, о воскрешении, не соглашаясь с его смертью, я, наверное, в третьем году в том самом, стал протестантом, потому что я протестовал против смерти, вот реально, я протестовал против его смерти, вот, и Бог в себе жил чудо, он был милости, в тот день Бог, и к нему, к этому пацану, и ко мне, этого старшеклассника, Бог воскресил, из мертвых, он, признаки жизни появились, он стал садиться даже, как, довольно активно, пытался там, занятую, почесать себе голову, а там у него голова была, ну, лицо чисто, а сзади все разбито было, и в головах была, знаете, переспел аргуст, трескается, вот, там мозги эти колхотали, мозг, вот, вот, за этой пироидой, вот, и я ему придерживал эти косточки, потому что боялся, что кости дальше разойдутся, там, и, да и он на место еще чесался, там, ну, не нарушу мозги почешиваю, вот, поэтому я придерживал ему все это, вот, скорая помощь приехала, загрузила этого мальчика машину, врач своей помощи сказал лишь одно, что мы его к больнице не довезем, раны не собрестимы с жизнью, ну, и поехали, вот, потому что он, врач, не видел его без признаков жизни, он не видел его как бы, он видел уже его воскрешен, но поломаном, вот, но я понимал так, что врач неправ, если Бог сейчас послестил его, то не за тем, чтобы он умер по дороге, думаю, какой-никакой, какой-никакой поломан, он живет, по крайней мере, жена и дети оставались в машине, возле машины, а я ушел в посадку, помолиться, вот, и молился за того пацана, за его, ну, как говорится, здоровье, чтобы он и живой доехал, и какой-никакой, но чтобы он был живой, вот, и за его исцеление, но, знаете, молился недолго, потому что молюсь, а Дух уже не молится, ну, как бывает, знаете, молишься, Бог уже все, ну, уже не принимает, можешь сам на сухую, сам по себе можешь молиться, но уже без Бога, а это неинтересно совершенно, я пробовал, два-три раза помолился, так, вижу, а Бог вообще никак не реагирует, ну, все, я извиняюсь, я просто благодарю тебя за все, не понимаю, почему я, конечно, не молюсь сейчас, займусь за линию, но просто благодарю тебя за все, и все, потом приоформилийся, а сам-то я думаю, может быть, это был не летальный исход, а может, это просто был глубокий оморок какой-то, знаете, или туда-сюда, вот, и, ну, а вот эти до их, милиционеры эти, которые приехали, они, как бы, косвенно не подтвердили, что это будет все-таки летальный исход, потому что, ну, мое транспортное средство, его, как говорится, тормозной путь, вот, где его тело лежало, ну, и милиционеры-то сказали, что там, у пацана шансов нет вообще никаких, это, ну, батюшка, летальный исход, короче, вот, и, значит, я сказал этим милиционерам, там, Сергей Шкуров был, капитан, я с ним познакомился тогда, в тот день, значит, это в Субсков области, крыльец, не держая крыльца, если с киевы ехать, вот, как раз, это все произошло, ДТП, я сказал, я думал, капитана, что, так и так, значит, его не в морг, а при анимацию провезли, ну, он говорит, ну, батюшка, успокойся, это ненадолго, потому что, ну, не первый год на дороге, уже всякое, видели, уже можем определить, это летальный исход, вот, но когда приехали в больницу, потом в милицию, значит, был в кабинете следователя уже, в крыльце, в том самом, то, значит, узнал продолжение всей этой истории, оказывается, да, кстати, в кабинете следователя был врач, скорой помощи, в том самом, он пришел, в моем присутствии, следователю сказал, что, вот, это чертовщина такая, то, что произошло, он сказал, что это не была, как бы, иллюцинация массовая, потому что, это не приснилось, там, всем этим людям, кто, он сам, там, водитель, это, санитарный, стоит, машина, помощь, там, и еще кто-то, потому что, кровь оставалась, сведения, что все это было, на самом деле, и кровь, и это была кровь, мальчика самого, нечая кровь, но когда ему смыли, все здесь, не нашли, ни царапинки, ничемошники, абсолютно, то есть, за тех минут 15, что его весли, с места ДТП, до кровь лица, ну, минут 15, не больше, даже, может, и меньше, так вот, за это время, значит, пацан был полностью исцелен, кости срослись, бесшовно, кожа, как будто не рвалась, ничего, но дальше было еще чудеснее все, хирург, ну, правда, он не видел, на месте ДТП, он видел уже, с заросшим черепом, но, бесшовно, все срослось, без всяких синяковцев, без ссадин, без ничего, как будто ничего не ломалось у него вообще, ну, мистика, знаете, какая-то, поэтому врач сказал, что-то вообще не такая-то, вот, но, когда мальчика раздели ДГЛА, значит, хирург был ошарашен, потому что одежда показывала, что мальчик был действительно с ДТП, и должны быть многочисленные какие-то там следы, этого ДТП, на теле его, но, когда его ДГЛА раздели, тело было чистое, никаких следов ДТП не было, поэтому врач сказал, что такое ощущение, как будто его по дороге переодели в чужую одежду вообще, не в него одежды, как будто бы, не в своей, вот, дальше было еще больше чудеснее вообще, оказывается, пока его, не только раздели ДГЛА, ему, щупали, смотрели, смотрели его, хирург еще задавал нам вопросы, еще один врач, другой задавали ему вопросы, специально проверять его мозги, как он отвечает, проще смотреть, мама ли, может у него что-то с головой еще, удары все-таки там, туда-сюда, авария, отвечал адекватно на все вопросы, все вроде как с мозгами нормально, вроде как по опросам, но, сделали выводы, но, вот здесь была дилемма, представляете, хирург, этот пацан узнает, по ходу разговора, и говорит, а ты вы лежали у нас, у нас уже в хирургии лежат, с переломом, это ты был, мальчик признался, да, это я, то есть, это не была ошибка врача, он лежал у них, раньше, оказывается, лежал с переломом, было связано там с падением, с мотоциклом, вот, ну, явно не его транспортное средство, знаете, вот, значит, и у него в прошлый раз переломок, заживу, с первого раза, все хорошо было, он уже снова ходил в школу, снова гонял на этих мотоциклах, там, обедах, значит, и прочее, и представляете, значит, ну, когда делали снимки, вот здесь хирург обомлел, не только следов не было от новых переломов, но и следа от старого перелома не было вообще, как будто кошки его не ломались, его органы были целы, но вот след от старого перелома, следователь в моем присутствии, врач сказал такие слова, я забыл, что не бывает дешевого с расстания, костюмин должен быть след обязательно, мальчика оставили там, были другие врачи, те, я уже не знаю, кто это были, другие врачи, делали снимки еще, но уже поздно вечером, повторные снимки все, его проверяли органы, проверяли ухвости, повторные снимки показали то же самое, что-то не было там, либо ошибка какая-то, или что-то еще, нет, на самом деле, не только не было следов одного его, вот этих переломов, но следа от старого перелома не было вообще, ну и много другого всего, что не произошло удивительного, это, наверное, самое удивительное, а еще более удивительное, кстати, тот же самый день было то, что, когда мы повернули обратно, домой поехали, и в тонуще по дороге, я слышал голос Бога, и впервые в жизни такое слышал, знаете, я не в семье не слышу голосов, знаете, но я слышал впервые в жизни голос, и до того, и после того, никогда такого я не слышал, это было громким голосом, я это слышал, как будто бы в машине резко включили громкую музыку, например, и, кстати, на следующий день, когда мы общались с женой, на эту тему, о происшествии вспоминали, я с удивлением услышал, узнал, что, оказывается, жена моя ничего не слышала, то есть, хотя это было очень громко, но я слышал только лишь я один, представляете, жена ничего не слышала, хотя была в машине, и со мной не спала, значит, все, она, но она не слышала, а, кстати, дети в полу, вот там, дремали все, значит, и голос громкий, получается, да, он не разбудил их, интересно, хотя я бы убежден, что это слышно далеко с машиной, даже, настолько громко это было, Бог посадал мне три раза, один и тот же вопрос, чисто по-ембрейски, знаете, вопросов на вопрос, я, значит, у меня самого куча вопросов, мне бы самому кто ответил вообще, на мои вопросы, что же это вообще такое было, в том, нет вообще, но, этот голос спросил меня одно и то же, ты это видел, только громко, я не мог ничего ему сказать, вообще, сейчас я, может, нашел себе, что сказать, но там было не до того, и когда этот голос говорил, я только лишь мог одно, что там, такое сказать, и то, я даже не уверен, что я сказал вслух, так вот, да, Господи, говорю, вот так, или да, просто, и все, а сам не знаю ничего, и, знаете ли, просто историю того происшествия, я просто прокручиваю памяти, каждый раз, и третий раз, когда вопрос мне там прозвучал, тот же самый голос, так же громко сказал следующее, вот так будет и с церковью, и все, и больше нету голоса этого, и вот до сего вечера, ничего, ни слуха, ни духа, знаете ли, ничего такого даже близко не было в моей жизни больше, и, честно говоря, не очень хочется, чтобы это было еще раз, потому что переживать, это, ну, это стресс, просто реальный стресс, читаешь Библию, раньше думал, ну, как вот, Бог говорит, думал, как, а на самом деле, это много здоровья надо, чтобы услышать Бог показываться, вот, и переживать подобное не так непросто, вот, по крайней мере, я до сих пор под впечатлением того, что это было в третьем году, в 2003, уже в 2018 год, представляете, я до сих пор, под впечатлением вот того, что было там, на дороге, и после того, как голос сказал мне это, мне, братья и в моей церкви, и в гостях, тоже, я когда рассказывал об этом, они спрашивали меня, а голос, и что именно в вину, как бы, православная церковь, или вообще, в целом, глобально, мирового христианства, я не знаю, вот, за что купил, за это продал, вот, я, как бы, то, что получил, просто не передал, хотя мне по умолчанию в то время казалось, что имя речь о православной церкви, вот, как бы, у меня, но если бы я был, допустим, 50-ник, я бы, наверное, думал о беззятельности церкви, баптизмом, а баптистой церкви, ну, всякую лик свою долгу хвалю, наверное, каждый бы думал бы о своем чем-то, поэтому, я не знаю, от Бога ли это, просто, это были мои мысли, вот, а потом уже прошли годы, я уже стал так думать, а может, что речь все-таки не только о православной, даже не столько православной, сколько вообще, о мировой христианской церкви, почему бы и нет.